Всем привет! С вами на этот раз Денис Баршевич и это еженедельный подкаст Ньюсмейкер «Как тебе такое?» О научных открытиях и новостях недели, которые напрямую влияют на нашу жизнь и наше представление о ней. Итак, сегодня о том, как к середине столетия нам будут угрожать волны жары, как именно пластик поселился в нашем сердце, и почему НАСА, скорее всего, перенесет запуск астронавтов на Луну. Глобальное потепление идет семимильными шагами, и уже к середине столетия волны жары станут угрозой людям, в том числе детям из различных уголков мира. Такие прогнозы содержит новый доклад Фонда по защите детей ЮНИСЕФ, в котором говорится, что даже если снизить антропогенные выбросы парниковых газов, к 2050 году каждый ребенок в мире рискует столкнуться с частыми волнами жары, а трое из четырех с длительными волнами жары. Поэтому для защиты детей от воздействия потепления нужно принимать меры по адаптации к изменению климата и финансово поддерживать развивающиеся страны. Что такое волны жары? Так называют периоды чрезвычайно жаркой погоды, которые длятся несколько дней. Изменение климата приводит к тому, что эти самые волны становятся все чаще и сильнее. Вторая проблема, с которой все чаще и жестче сталкивается население и планета – это пластик. Ученые из Медицинского университета Пекина обнаружили частицы микропластика в тканях сердца человека. В новом исследовании ученые собрали образцы ткани сердца у 15 человек во время операции, а также образцы крови до и после операции. Затем команда проанализировала биоматериал с помощью прямой лазерной визуализации в инфракрасном диапазоне и идентифицировала частицы размером от 20 до 500 микрон из 8 типов пластика, включая полиэтилен терафталат, поливинихлорид и полиметилметакрилат. Анализ выявил от десятков до тысяч отдельных частиц микропластика в большинстве образцов тканей, причем количество и материалы различались среди участников исследования. От проблем с Земли в космос. НАСА может перенести высадку астронавтов на Луну. У представителей Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США начали возникать вопросы в связи с подготовкой и высадкой астронавтов на Луну во время будущей экспедиции «Артемида-3». Старт экспедиции запланирован на декабрь 2025 года. Источники указывают на то, что, похоже, в космическом агентстве недовольны своими подрядчиками, которые задерживают тестирование различных систем и пробные запуски. И еще одна космическая новость. На этот раз хорошая. Компания Virgin Galactic 10 августа успешно провела супарбитральный полет с туристами на борту границы космоса. Туда отправился многоразовый корабль VSS Unity, на борту которого находилось 6 человек, 3 члена экипажа и 3 пассажира. Корабль провел в невесомости порядка 5 минут. Затем успешно приземлился на посадочную площадку космопорта Америка в Нью-Мексико. На этом все. С вами был Денис Баршевич. Слушайте подкаст «Как тебе такое» в Google подкастах, подкастах Apple Music, Яндекс подкастах и Кастбоксе. И не забудьте подписаться на всех этих сервисах. До встречи на следующей неделе уже с постоянным ведущим Александром Нугмановым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова